Написание стихов, это же очень короткий процесс, на самом деле. Тут ты даже особо процесса не замечаешь, что сразу результат. Я абсолютно буду честен. Для этого нужно немножко сделать несколько шагов назад, лет на 7, наверное, когда он только появился у нас. 8 даже, 8 лет. Я впервые его увидел в Тмине, мы там познакомились в Тмине. Ну, Тмин, наверняка, притча во языцах. Вот где, собственно говоря, происходили первые шаги, такие, ну, скажем, андеграундной культуры. По-другому они скажут, да, собирались в маленьком помещении, по 70 человек на головах. На Женю тогда ходили. Когда вот я приехал сюда читать, мне было очень, ну, не страшно, это не то слово. Но как-то я волновался, я уже вот убил себе это волнение перед какими-то выступлениями, в общем-то. А Харьков, это культурная столица, я совершенно не знал, как воспримуть. Вот первый раз. Ну, восприняли хорошо. Значит, Женя приехал из Одессы в то время, он в Одессе, насколько я знаю. Это был довольно странный пацан, со странными стихами, со странным очень видением мира своим, очень начитанным. У меня поразило то, что он мог предсказывать книги, он все деньги, которые он зарабатывал, он тратил на книги. Соответственно, у него было такое мышление нестандартное, и он видел по-другому. Он себя называл поэт-битник, всегда. Вот, меня тогда запомнились драные треники с драными коленями, и вот, и поверх пиджак был одет, всего этого. И это был, это был Женя Суэль. Нам так хорошо здесь, в этой стране. Ты в красном платье, в белый горох, я в джинсах и футболке. Здесь ветрено, гораздо холоднее, чем в других странах. И вдруг ты говоришь мне, пойдем узнаем, какая сейчас погода. Ты проводишь меня к новому зданию, на его углу длинный термометр. Поверх него две девочки, одна с зонтиком, а другая на велосипеде. Когда погода хорошая, фигурка девочки на велосипеде выезжает вперед девочки с зонтиком. Если плохая, то наоборот. Меня пригласили, тогда открылось такое творческое пространство ТМИН. Не знаю, какую нишу сейчас занимает память об этом месте. Но в свое время оно было очень важным для меня. Ну и до сих пор осталось, конечно, таким. Несмотря на то, что уже его не существует. И меня пригласили. Это был мой первый концерт в Харькове. И одно из первых мероприятий, проводимое как раз таки в ТМИНе. Это было примерно 9 лет назад. Я смотрю на цветы и просто хочу, чтобы не отстричь шла ты, а не новая осень. 27 августа, год 2008. Приходили куча народу. Многие очень слабо понимали в том, что он пытался сказать своими образами, своими аллегориями, метафорами, которые он вплетал. Он очень интересно вплетал стихи. Это держало. Не хотелось уйти. То есть ты сидишь, как вроде что-то вот, ну что же это, ну что это. А в конце он две строчки. Вбрасывал каждый стих, две строчки. И замыкал весь этот словесный набор. И сразу все стало у нас понятно. Мои глаза подходят к обоям. Балец к губам тише. Так будет лучше нам обоим. Дышит за окном море прибоем. И дает пульс фальшивой одесской ночи. Знаешь, моя любовь похожа на многоточие. Вот интересно, у него такая была подача. Мои чувства все те же. Смелые, немного шаткие. И ты все та же. Белая, полусладкая. Да, он менялся. Конечно, он менялся. Он стал более профессиональным. И то, что я видел и слышал. Я ходил на его паблики, смотрел, что он пишет. Мне было интересно. И рост виден. Очевидный, хороший, позитивный рост. Много всего. И много мыслей. И много форм других чуть-чуть. Не то, что было раньше. Я видел уют на Примарском бульваре. Я чуял тепло. Вмедвляющее стужи. Святые, они не в церквях. Они в пыльном баре. И моряки встречаются все чаще на суше. Я этого никогда не забыл. И ты не забудь, мой настоящий, непросткий, мой милый друг. Бог, он в тебе и во мне. Бог повсюду. И любой город приморский морит тебя вокруг. Ой, я не знаю, какой у меня внутренний мир. А сюжет это моя жизнь. И где-то преувеличить нужно, где-то нужно преуменьшить, наоборот. Это не поверит. Пока, пока что есть возможность черпать из своих переживаний. Из своего какого-то, какого-никакого опыта. Ночь прорастает в землю черным, упругим волосом. Ночь закончится восьмым завтраком. Мне нужна тишина с моим голосом. Мне нужна темнота с моим запахом. И ты упуталась в одеяло, словно в дождь черным плащом. Тебя так мало, а ведь ты мое. Все. Темнота прорастает, подобно луку Борея. Я с этой темнотой навсегда пораднюсь. А ты, пожалуйста, засыпай скорее. Я ведь больше никому, кроме тебя, не снизу. Он лирик, однозначный лирик. И он настолько точно и настолько сильно пишет о любви часто, что просто понимаешь, как говорят, блин, так это же про меня. Написание стихотворений похоже на то, что ты какие-то скважины поворачиваешь, поворачиваешь и выставляешь их в таком порядке, что через них пробивается солнечный луч. Примерно что-то такое. И это для меня до сих пор такой достаточно таинственный процесс. Я в него особо не лезу. Пишется? Пишется хорошо. Не пишется? Окей. А когда пишется хорошо, это вообще счастье. Такое тоже случается. Молодость – это бурлящий фонтан, но не трать последнюю манетку. Сюда все равно не вернуться. Стихи нужно писать так, чтобы когда читаешь их, никогда не запнуться. И если бы в жизни была антикетка, там было бы написано что-то вроде «Я бережной миски, подлежит ограниченному количеству спирок». Об этом наверняка знал один парень из Светловска, «Когда занашивал эту рубашку до дырок. Сидим, молчим, на всех одна сигаретка леет потрясающими цветами. А на его лестничной клетке до сих пор кружит его душа со своими кинтами». Творческий процесс, он на самом деле, он вечен. То есть у меня свой вечный блокнот, и я могу переходить дорогу, где родится какая-то строчка, и я могу в конце дороги уже написать стихотворение. Ну, в голове, как минимум. Да, он вечен. А то есть такого нету, что я там сижу, смотрю в окно, и тут у меня какой-то олененок подбежал, нашептал на ухо стихи, и я его написал мне. Это все переживается, как-то перемалывается. В пустом и забытом городе, В водовороте бессонных ночей лезвий, Я наверняка был бы голоден, Если был бы живым и трезвым. Утром этот город такой простой, Ворочается в постели без привычного грима. Я сегодня, я сегодня почти святой, Глянь на мой нимб из сигаретного дыма, Так что словно виноградную грозь сорви С моих губ, мои слова, Мое напутствие. Я видел пару людей, умирающих от любви, Я видел миллионы, Книющих в ее отсутствии. В целом, жизнь в округе вдохновляет и на сюжет, И на то, чтобы что-то написать, На то, чтобы жить дальше, собственно. Я живу интересной жизнью. Даже занимаясь этим 10 лет, Я могу говорить эту фразу. Я много пропутешествовал, Я дал огромнейшее количество концертов, Большая часть из них была удачной. Вокруг меня все время потрясающие люди. Видимо, в этом какая-то даже моя заслуга, Скорее всего. Но правда потрясающие, интересные, И они меня не покидают, Если все время появляются какие-то новые, Потрясающие истории, Хорошие фильмы иногда попадаются, Хорошие книги, женщины, столько всего. Вдохновляют, как минимум, переживания личные, Жизненные какие-то моменты. Может быть, я их как-то уже со стороны поэзии Начинаю рассматривать. Но как-то позже, да, Наверное, у меня какая-то насыщенная все-таки жизнь. Есть в жизни поэта стих, Когда будто накрыла волной, Когда слов не осталось уже, А жизнь идет еще. И когда такое стихотворение Случится со мной, Прими его на свой счет. Был у меня период депрессии, Когда хорошо было только в поездах И в транспортных средствах. А только выходишь, на землю встаешь, Вообще не то. Привет, как-то нервно. Нам надо чаще прощаться, наверное. За такое не грех стреляться. А я привык растворяться в черно-белой палитре И курить ночь за фильтром. Ну, нет, самое идеальное место, Это когда пишешь в дороге. Вот, в основном все написано в дороге. Я очень люблю это ощущение, Вот именно в дороге куда-то. Не путешествие в целом, А именно ощущение дороги. Когда ты куда-то едешь. Особенно туда, где ты еще не был. Очень много гастролей. Очень много. Вот эта осенью чуть меньше, А так осенний тур, весенний тур, По 30-40 концертов. Почему тяжело? Прекрасно жить в таком графике. Прекрасно, когда тебя ждут. Прекрасно, когда ты приезжаешь, И проходят хорошие концерты. Я очень люблю дорогу до сих пор. Все здорово. Есть свои нюансы, но где их нет? Я люблю большие площадки. Да. И это во мне говорит не какая-то, да, Там завышенная самооценка, Что я предпочитаю большие клубы. В большом клубе совершенно другая история. Ты работаешь не с каким-то количеством людей, Ты работаешь с публикой, С единой энергией. И это интересно. А когда небольшое количество людей, Это уже другая история, Намного более сложная на самом деле. Потому что ты работаешь не с публикой, А с, типа там, условно 40 людьми. С каждым, с каждым нужно стараться Наладить какой-то connection. И это значительно сложнее. Поэтому я предпочитаю большие, Хорошие площадки. Еще года 3-4 назад они у меня были, И я их не всегда мог потянуть. Сейчас я к этому абсолютно готов. И есть хорошие примеры больших концертов. В клубы как-то люди приходят расслабиться, посидеть. Кто-то вообще просто приходит выпить пиво, Поэзия, это вся музыка, Дадим исключительно какой-то фон такой, Который иногда даже мешает. А когда люди идут на квартирники, На какие-то такие мероприятия, Исключительно на... Ну, они осоздают на что-нибудь. В основном люди приходят, на самом деле, слушать. И это же отдача, на самом деле. Если бы не было этой отдачи, Если бы этого не чувствовал, Я бы не читал бы. Привет, как-то нервно. Нам надо чаще прощаться, наверное. За такое не грех стреляться, А я привык растворяться в черно-белой палитре И курить ночь за фильтром. Здесь маленькие города, Где приходит очень много людей, Потому что как-то вот там вот, Что называется, зашло. А в некоторых больших городах Не собираются залы. Ну, то есть, всякое бывает. В этот раз не соберется, В следующий раз и берется. То есть, тут же никто ни в чем никогда не уверен. И небо, небо одно на все берется. От края до края пойдем, Выплачем наши глаза На пару свелок дождем. Будущее вело, туман, порошок. И один на всех бог, тот самый отче наш, Наш, отче. Я кричу, будет все хорошо. Я кричу, а ты делаешь музыку громче. И на концертах, и в каких-то соцсетях, И просто в жизни все отлично. Я доволен тем, как все сложилось. Любовь меняет мир. И я ставлю на это ночей миллион. И я выиграю этот спор. Смотри, как краснеет клен На склонах щербатых гор. В моей памяти ранце Воспоминания дней Для щуривания глаз зеленых. Это любовь. Закрой глаза. В этом танце нет неприглашенных. Но я объездил всю Россию. Абсолютно все. Кроме Чечни и Дагестана, Все области России. Я думаю, что мало кто, на самом деле, Может похвастаться. Тем более из наших соотечественников. Вот, Беларусь, Казахстан, Чехия, Польша, Норвегия, Норвегия, Украина. Лечу послезавтра в Египет выступать. И что-то еще наверняка было. В Литву сейчас полечу. Скоро. Мы с тобой, Мы с тобой сыграли в города. Ты уехала в свой, А я в свой. Сыграли по-взрослому, То есть навсегда думали, Все уляжется. По ночам ты слышишь, Твой не крестись тебе не кажется. Ведь ты что-то шептала, А на востройке вокзала Вслушивались в твой шепот, Трожащий, тающий, Плавно переходящий в стон. Мне сказали, что я провожающий, И мне нужно покинуть вагон. Я чувствую, что, например, люди Иногда хотят что-то мне сказать после концерта Или во время что-то спросить. Я чувствую вот это. Но кто-то стесняется, Кто-то еще что-то. Но мне всегда интересно делать больше, чем. Потому что стихи для меня, Ну, почитать стихи, конечно, интересно, Но у меня их, конечно, много. Много стихов, много прозы. Но, в общем-то, ты читаешь одно и то же. По сути, это делаю. Есть какая-то такая программа, Которую читаешь все время. Ну, это, конечно, Конечно, воспринимается все по-разному. В разных городах, разными людьми. Но в целом-то как-то все одно и то же. А диалог все время разный. Хотя есть вопросы, на которые уже тяжело отвечать. Ну, на которые вечно спрашивают. И на них как-то уже... Самый тяжелый вопрос, А что вдохновляет, на самом деле? Если бы я знал, что вдохновляет, Я бы этим питался. И писал. Мне интересно всегда Иметь какой-то диалог, Потому что концерты, Они достаточно часто бывают похожими друг на друга. Ну, как бы... Чего греха таить? Особенно в туре, Когда 40 концертов подряд. А как раз-таки какой-то диалог, Какие-то интересные вопросы. Ну, я готов ответить и... Ну, не знаю. Даже если в сотый раз спрашивают, Что вдохновляет, Окей. Часто у меня спрашивают про путешествия, Про какие-то такие вот... Просят каких-то советов. То есть все серьезно очень. Все правда серьезно. Мы можем выйти на очень крутой диалог с публикой. А можем не выйти. Зал может молчать. Весь концерт. И в принципе, Это не будет значить, Что-то пошло не так. То есть просто как-то вот... Так сложилось. Самым вкратчивым голосом По мне говорит главное Из паранойи. Когда-нибудь И на мои волосы Упадут звезды, Прорастут сединой. Когда-нибудь и я Испытаю нежность Своему палачу. И луна, луна обменит меня, Пеленая. Я больше ничего не скажу. Я промолчу. Обо всем остальном Скажем темные воды Дуная. И давай сыграем в игру. Будто бы в наших ртах Спрятана эта ночь. Скажем слово И моментально Наступит утро. В тишине Рождаются Лучшие сутры. Лишь тишина Нам сможет Помочь. Мне нужна Блокнот, Ручка. Ну сейчас я уже На айфоне пишу. Типа, ну Зарядка на айфоне. Все. И какое-то одиночество, Чтоб меня никто не В этот момент В эти вот Три минуты несчастных Чтоб меня никто не трогал. Все, больше как бы Мне ничего не нужно. И в этом такая прелесть Заниматься поездить. Не нужно покупать Мольберт. Не нужно покупать скрипку. Все с собой всегда. Класс. И я думаю, что Дело в частности Просто в том, Что много свободного времени И мало что волнует. Ветряные мельницы Мелят ветер. Выходит Грубый Помол. Летит Лепесток Ударяется В потолок Который Фактически Чей-то Волни. Я устал Я устал В отсутствии Сигарет Я устал От пустых слов Я устал От пустых пачек Кто положил На небо Паркет Где ты, Мой друг детства Солнечный Зайчик Я запутался В отсутствии Запятых И кажется Давно Простужен Ребята Тут нет Никаких Цветых Тут Только Завтрак Тут Только Ужин Мне очень везло Правда везло То есть Мне сложно даже представить Что было бы со мной Если бы я бы Вот с Катей Галат Истином Не познакомились Мне сложно представить Все было бы иначе Абсолютно Вот только в этом я уверен Все было бы Все было бы по-другому Лучше, хуже Что было бы взамен Я не знаю Мне легко В целом И в быту И на сцене Я хочу сказать Что я Особо об этом Даже не жалею Ты пахнешь Свежепоставленной елью И ничем не разбавленным Куантро Мои слова Они расходятся С целью Хотя обычно Попадают Так метко И мне кажется Что поцеловав тебя Мой рот Навсегда Станет сиренев И когда Ты едешь В метро Привычная Синяя ветка Становится Веткой Сирени Счастье Счастье Столько всего Можно под эту категорию Подобрать И понятно Что когда-то счастливый Когда-то не счастливый Но в целом Я радостный человек По умолчанию Такая простая Бытовая радость У меня в жизни Присутствует Счастье Шве Счастье Идет вперед Он не бросает С этого пути Нисходит Потому что он взрослеет Он матереет Он мудреет И он Доставит вам Всем удовольствие Своими концертами Сто процентов Я это вижу Чувствую Понимаю Это очевидно. У твоих инициалов эхо, тысячи вокзалов, и пачка доведов полупустая, помнит пыль тех городов, куда прилетит моих птиц стая. Перебирай меня, перебирай меня, словно чутки. Ты мне шлёшь по строчке в день, у тебя анорексия, от тебя у меня мигрень, ты в Канаде, я в России. У твоих инициалов эхо, тысячи вокзалов, тех, что я оставил навсегда. Рассыпаны, как дрожжа, в твоём жижа, обжигают новый пост в полный рост. Собирай меня, собирай меня, словно волосы в хвост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова